Здесь немного мрачно и холодно, и такое ощущение, будто находишься в гигантском выпуске новостей. Танки в огне гражданской войны, нефть и большие деньги. Два месяца бессонной работы и самые актуальные темы, о которых говорили и продолжают говорить. Фрол веселый, удивил так удивил, восхищаются посетители. Сам же автор скромно следит за эмоциями гостей и весьма скептически относится к своим работам. Захотел сделать персональную выставку, все-таки давно персонально как-то не выставлялся в Самаре, 7 лет. Много уже. Как сказала одна моя знакомая, это материал френд-ленты в фейсбуке. То есть все медийные поводы прошлого года, этого года. Наталья давняя поклонница работ художника, помогала ему в создании афиши. И уверена, что каждый самарец, неравнодушный к современному искусству, найдет за что оценить творчество Фрола Веселого. За нестандартный подход, за текущий акрил, люблю его и за то, что он смотрит на актуальные темы. Потому что многие художники уходят в какой-то зал, а Фрол пытается нам какими-то интересными, доступными способами помочь взглянуть на мир. Вот, например, серия «Скотный двор». Самая моя любимая. Я очень люблю коровок, свиней и гусей в исполнении Фрола Веселого. Но особое внимание публики привлекают эти гигантские тедди-биры. Стальные проклепанные мишки, казалось бы, играют огромным мячом или камнем баскетбол. Но, как признается сам автор, свое вдохновение он черпал из нашумевшего брельефа «Битва титанов». Юлия Черняева, Григорий Пельшаков. События.